SCP-1085. Задай жару-жиру. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. Все экземпляры, в которых подтверждено присутствие SCP-1085, следует хранить в архиве видеозаписей 38-бета зоны 38. Все аналогичные копии подлежат розыску, помещению на карантин, выявлению аномальных свойств и последующему допуску на рынок либо конфискации. Уничтожение экземпляров проводится исключительно силами сотрудников класса Д. Однако, учитывая сомнительную пользу от этого действия для научной деятельности фонда и полной профнепригодности сотрудников после выполнения означенного действия, таковое уничтожение считается пустой тратой ресурсов и проводится только с одобрением администрации зоны 38. В случае возникновения трудностей при содержании SCP-1085 могут быть рассмотрены альтернативные способы от уничтожения, например, с применением асфальтового катка или взрывчатых веществ. Пострадавшим от воздействия SCP-1085 гражданским лицам должен быть обеспечен соответствующий уход, хотя на сегодняшний день выживших после воздействия SCP-1085 не найдено. Описание SCP-1085 является записанным на ДВД диске комплексом тренировок под названием «Засекречено. Один месяц, чтобы задать жару жиру» с участием означенной фитнес-тренера. На диске представлены четыре набора гимнастических упражнений, сложность которых постепенно возрастает. Каждый набор рассчитан на пять или шесть выполнений в течение одной недели, после чего следует перейти к следующему. В каждый набор входят те или иные тренировки по боксу или боевым искусствам. Наибольший упор в них делается на сердечно-сосудистую работу и тренировку брюшного пресса. Аномальные свойства SCP-1085 проявляются в 20 секретно процентах дисков «Задай жару жиру», изданных на сегодняшний день. В большей части копии аномальные свойства отсутствуют. При этом ответственность за аномальные свойства невозможна в достаточной мере с уверенностью возложить ни на саму секречено, ни на какое-либо звено в произведенной цепочке создания дисков. Свойства проявляются при просмотре наборов упражнений, записанных на диске. Воздействие SCP-1085 зависит от набора упражнений, который был исполнен в ту или иную неделю. Сами наборы и их свойства приведены ниже. В связи с накоплением в хранилище большого числа копий SCP-1085, 19 февраля год засекречен, было проведено экспериментальное уничтожение некоторой части излишка дисков. Сотрудники класса D, которой была поручена эта задача, ломали диски вручную и складывали обломки в мусорное ведро. У всех означенных сотрудников проявились симптомы, соответствующие поздней стадии просмотра SCP-1085. Хотя ни одно упражнение они не посмотрели. Согласно действующей гипотезе, сущность, скрывающаяся в SCP-1085, под видом засекречена, может являться реально существующим организмом, а не испытываемой зрителями галлюцинации. Приложение 1085-А. Описание видео SCP-1085. Неделя первая. Набор состоит из разминки, после которой идут три шестиминутных цикла. Три минуты на силовую тренировку, две на сердечно-сосудистую и одна на брюшной пресс. В том числе заминка упражнения для перехода в спокойное состояние после тренировки. Состав упражнений в наборе необычен, но не особенно сложен даже для людей в крайне плохой форме. Последние обычно удивляются, как хорошо у них получается делать упражнения и приобретают твердое намерение пройти весь месячный курс. Со временем упражнения кажутся легче, так как физическая форма улучшается. Ведущие и диктор подбадривают зрителя по ходу действия и после него, уделяя особое внимание тому, что зритель может изменить свою жизнь мысля позитивно. В данном наборе не замечено аномальных свойств. Подопытные, прошедшие этот набор однократно или даже многократно, могли прекратить курс без каких-либо отрицательных последствий. Достойное упоминание цитата из данного набора. Это не просто тренировка, это стратегический план вашей дальнейшей жизни. Я знаю, на что вы способны. Вы у меня выложитесь и выкладываться не перестанете ни за что. Неделя вторая. Структура набора в целом похожа на неделю первую. Однако, интенсивность и сложность тренировок значительно возрастает. В частности, этот набор некоторым образом зависит от физической формы и целеустремленности выполняющего его зрителя. Учитывая, что неделя первая закончилась успешно, зритель будет достаточно мотивирован пройти весь курс, несмотря на высокую сложность и физические нагрузки. Зрители, более склонные к легким решениям, получают несколько менее сложный набор, хотя в этом случае диктовка приобретает более резкий и отрицательный тон. Как бы то ни было, досрочно прекратить курс желает лишь очень небольшое число зрителей, меньше засекреченно процентов. Даже тех, кто рассматривает такую возможность и не имел сильной мотивации к похудению на момент начала курса. Тем, кто принимает решение отказаться от курса вплоть до засекреченно месяцев, могут сниться повторяющиеся кошмары, в которых данные удалены. Субъективно, это длится несколько дней. Чаще всего кошмары появляются в те дни, когда отказавшиеся от курса съедали много жирной пищи. Те же, кто принял решение довести программу до конца, начинают испытывать к ведущей платоническое влечение, которое со временем усиливается и хотят сделать ей приятно. Само же ведущая все больше нервничает насчет прогресса зрителя, какие бы усилия тот не вкладывал в упражнение. Это становится очевидным, когда ведущая говорит «Мы все слабы, но тебе надо выдавить из себя слабость вместе с кровью, если надо. И я хочу услышать спасибо от того человека, которым ты станешь». Неделя третья. Структура набора похожа на неделю первую-вторую, хотя длительность зависит от физической формы зрителя. Обычно в тренировку входит от трех до шести циклов. Комментарии ведущей будут недвусмысленно направлены на действия зрителя. В ходе каждого цикла она напрямую критикует тщательность и эффективность действий зрителя, а также его общую форму. Сами зрители третьей недели никогда не находят ничего странного в том, что ведущий наблюдает за ними и дает дальнейшие инструкции. В зависимости от их поведения, свободны от выполнения упражнений время. Зрители обращают больше внимания на свои физические недостатки и испытывают желание потренироваться самостоятельно, вплоть до полного отказа от средств транспорта в пользу бега и выполнения гимнастических упражнений, отжиманий или прокачки пресса в течение всего свободного времени. Это может создать угрозу для социального статуса зрителей. Посторонним становится заметным изменение в поведении зрителя и эксцентричность его действий. Сами же зрители становятся все менее склонны выслушивать критику своего поведения, вместо этого предпочитая делать то, что хочет засекречено, вне зависимости от физической формы и проявленного усердия. Не было ни одного известного случая, чтобы зритель удовлетворил требования ведущей, который успехи зрителя внушает только отвращение. В конце набора ведущая говорит одну и ту же фразу «Я хотела от тебя такую малость, а ты меня подводишь. Мы с тобой никогда не закончим». Неделя четвертая. Зрителям, начавшим просмотр четвертой недели, может быть присвоен номер SCP-1085-1. Видеоряд данного набора состоит из пустой комнаты, в которой проходили предыдущие недели тренировок. В комнате никого нет, не слышно ни звука. Зрители, прошедшие три предыдущие недели, испытывают эмоциональное потрясение, часто умоляют экран вернуть ее или о чем-то подобном. Далее, SCP-1085-1 без какого-либо внешнего стимула начинает с маниакальным упорством выполнять перед экраном упражнения. Многие при этом плачут. Видео длится ровно столько, сколько зритель находится перед экраном. Однако, рано или поздно, SCP-1085-1 отходит от телевизора. После просмотра видео, психика всех SCP-1085-1 переживает полный отрыв от реальности. Зрители начинают выполнять тренировки с оттервенением и не останавливаясь на отдых. В число упражнений могут входить прыжки через скакалку, бег, гимнастические и другие упражнения. Большая часть зрителей в это время не разговаривают или монотонно повторяют «не останавливаться». Один из девизов ведущий. Упражнения не прекращаются до тех пор, пока SCP-1085-1 не лишаются возможности двигаться. Если не обеспечить SCP-1085-1 питанием, им грозит смерть от обезвоживания или голода. Чтобы уберечь попавших под воздействие объекта людей, от смерти требуется физически обездвижить их. При этом SCP-1085-1 утверждает, что SCP-1085 угрожает им и выкрикивает ругательство в их адрес. Зачастую смерть наступает вследствие депривации сна. Снотворные им нейролептики не действуют. Приложение SCP-1085-B 12 февраля, год засекречен, был проведен эксперимент, имеющий целью установить возможные меры противодействия на поздней стадии воздействия SCP-1085. В течение четырех дней подопытного D-5656 провели через все наборы курса. Симптомы развелись согласно ожиданиям. После перехода подопытного на стадию SCP-1085-1 ему был введен амнезия класса А. После пробуждения подопытный не смог вспомнить ни свое имя, ни совершенное им преступление, ни последние семь лет своей жизни вообще. В ответ на просьбу описать присутствующих в комнате лиц, куратор эксперимента и медсестра, подопытный описал доктора секречено, медсестру секречено и вон ту стервозную видозлюку, которая на меня таращится. Подопытный описал лицо со внешностью засекречено, но согласно его описанию, на ее конечностях было множество открытых ран, а лицо было искажено. Подопытный занервничал и явно испытывал страх, после того попросил третье присутствующее лицо перестать на него кричать. В ответ на утверждение, что в комнате больше никого нет, подопытный встал с кровати и произнес. Странно, она про вас говорит то же самое. После чего принялся выполнять разножку. За ножку.